Здравствуйте, с вами Самит Алиев. 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил прекрасный азербайджанский город Шуша. Там проходил неформальный саммит организации тюркских государств. Гость в дом Бог в дом, как говорится. Особенно, когда в гости приезжает глава дружественной нам Венгрии. Эту страну вообще не стоит недооценивать. Ее вклад в мировую культуру достаточно велик. Например, мало кто знает, что отец современной педагогики Яна Москаменский вообще-то не чех, а венгр по происхождению. Его настоящая фамилия Сегеш. А Дюрер? Ну да, вот тот самый великий художник Дюрер. Ну что Дюрер? Его отец тоже был венгром. И настоящая фамилия Дюрера – Айтоши. А Дюрер – это просто перевод фамилии Айтоши на немецкий язык. Айто на венгер «дверь». А «тюрер» на немецком означает «привратник». Впрочем, я слегка отвлекся. Кстати, вы в курсе, что клоуны в цирке считаются высшей кастой, элитой? И не только потому, что смешить людей – это настоящее искусство. Это само собой. Дело в том, что клоуны должны освоить на довольно высоком уровне несколько цирковых профессий. Плюс они должны иметь определенное представление о профессиях, которые пародируют. А чего это я о клоунах? Терпение, сейчас я все объясню. Целый глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борль заявил, что премьер-министр Венгрии Орбан не получал мандата для того, чтобы представлять ЕС на саммите организации тюркских государств. Внимание! Я цитирую и очень попрошу вас не смеяться. Виктор Орбан не получал мандат от ЕС для его представления на саммите организации тюркских государств. ЕС отвергает попытки легитимировать турецко-кипорское сепаратистское образование. Сепаратистское образование. И признает только республику Кипр. Вот именно так и никак иначе. Мне сначала тоже показалось, что я ослышался, когда уши полотенцем вытирал. Но нет. И вы и я все поняли правильно. Евросоюз выступает против сепаратизма. Не, ну я же просил не смеяться, что это такое. Вот как тут Салтыкова-Щедрина не вспомнить? А взамен совести выросло у них во рту по два языка. И оба лгут иногда по очереди, а иногда это еще постыднее оба за раз. Немного истории. 11 марта 1999 года в Страсбурге Европарламент принял резолюцию по Карабахскому региону, признавшую, снова цитирую, тот факт, что Нагорно-Карабахская автономная область провозгласила свою независимость после аналогичного провозглашения независимости бывшими советскими социалистическими республиками после распада СССР в сентябре 1991 года. Насколько утверждается, тем самым была признана международно-правовая обоснованность провозглашения Карабахской независимости, аналогичная другим союзным республикам. Ну, той международно-правовой обоснованностью наши солдаты и офицеры себе берцы 44-го размера почистили, раз и навсегда объяснив всем непонятливым, что Карабах – это Азербайджан. И никаких автономий. Но вы оцените градус лицемерия. Вот именно этому европейцев и нужно учиться, овладевать этим искусством и оттачивать навыки при первом же удобном случае. Двойные стандарты и прочее международное право нужно использовать с пользой для себя. Такого красивого и любимого, например, Корсика и Новая Каледония, должны окончательно избавиться от колониального гнета. Потому что право народов на самоопределение нужно уважать. И оказывать именно этим народам – Корсике и Новой Каледонии – все возможное содействие. Так что в эту замечательную игру, которая называется «Это другое», можно играть и вдвоем. Так даже веселее получается. А на самом деле это, конечно, очень смешно, когда старенький дедушка топает ножкой и возмущается тем, что глава суверенного государства поехал туда, куда счел нужным, не спросив у дедушки разрешения. Ага, вот в следующий раз обязательно спросит. И все засмеялись. Знаете, вот лично я предпочитаю сторониться людей, которые говорят глупости, когда у них есть возможность их не говорить, чего и всем советую. В любом случае, высказывания Бороля ни нам праздника не испортили, ни Орбану аппетита. Тем не менее, заявление знаковое, и это нужно запомнить. Просто потому, что в мире все намного проще, чем кому-то может казаться. Есть свои, есть чужие. Например, Северный Кипр – это свои. Да, вы не ошиблись. Именно так. Это другое. Какими нас видят друзья, мы и так знаем. А каким нас видит противник, нас это должно интересовать только с точки зрения, насколько это противнику треплет нервы. Протестует, воет и чуть ли не матерится? Ну вот и ладушки. Пусть и дальше истерит. Нет ничего приятнее, чем слушать бессильный вой. Да и вообще запомните, «Волк, он не сердит, что баран, что баран, что баран смердит». Хорошая поговорка. У нее есть более грубый вариант, который лично мне нравится намного больше. Ну, вы меня поняли, но у эфира есть свои правила, а потому я умолчу о грубом варианте, который нравится мне намного больше. Был такой Владимир Ермилов, литературный критик. Некоторое время он даже был главредом литературной газеты до 50-го года, по-моему, 46-го. Так вот, на заборе его дачи было написано «Осторожно, злая собака». А студенты литературного института добавили к надписи еще одно слово, и беспринципное. Умер он в ноябре 1965 года, на гражданскую панихиду в малом зале Центрального дома литераторов просто никто не пришел. По-моему, история в тему. Ну, оставайтесь с нами. Самит Алиев, специально для «Калибер АС».